В центре импровизированной сцены книжный шкаф. Фолианты на полках – это личные истории сотрудников областной универсальной научной библиотеки. Гардеробщиц, администраторов, специалистов различных отделов – герой честно рассказывает о своей работе, о ее трудностях и радостях. А мероприятия тут вообще бесконечные. И вот бегаешь. А у меня, между прочим, высшее образование тоже. Мы все с высшим образованием. Разве непонятно? Специально для «Библия ночи» Самарский театр «Город» подготовил эскиз к спектаклю по документальной пьесе «Экземпляры» современного драматурга Сергея Давыдова. Автор пообщался с сотрудниками библиотеки и на базе собранного материала написал текст. Татьяна Осипова трудится в этих стенах уже 20 лет. Выдает читательские билеты, отвечает на вопросы посетителей, признает сообщение с драматургом, заставило ее иначе взглянуть на свою профессию. Что мне нравится в моей работе? То, что я общаюсь с людьми, например. Людьми очень хорошими. Приходит один такой читатель постоянно. Он всегда очень красиво, так интересно, ярко одевается. Например, костюм звездочек. Приходит, здравствуйте, поднимается наверх. Когда смотришь на него, просто всегда улыбка на лице. Такой формат спектакля – опыт для региона уникальный. Центром программы постановка стала не случайно. Общая тема этого года – театр. Соответственно, основной темой библионочи в этом году является также театр и манифест «Весь мир театр». Специально для поклонников Мильпомена игра «Что, где, когда» – выставка книг, посвященных театру, экскурсия по книгохранилищу. А это помещение на время превратилось в скрипторий. Так называли мастерские по копированию рукописей. Желающие могут попробовать себя в каллиграфии. Есть вот такая, она называется, конторка для письма или пюпитра для письма. Закрепляем именно на наклонной плоскости, да, потому что если пишешь 4, 5, 6 часов, к примеру, то спина за обычным столом не выдержит такой нагрузки. Пишущие инструменты. Сегодня я буду писать пером настоящим. Ночь в областной юношеской библиотеке открывает ставшее традиционным косплей-дефиле. Образы любимых героев ребята продумывали до мелочей. На Елизавете – костюм персонажа из «Игры престолов» Яры Грейджой. Облачение бесстрашной наследницы правителя Железных островов девушка от и до мастерила сама. Я работаю с довольно непростым материалом. Называется картон бумага. Папье-маше, грунтовка. То есть все это из него. Он довольно крепкий, не ломается, довольно долго у меня уже живет. Доспехи из той же оперы, тоже картон, жесткие. Почти ничего не весят, но довольно крепкие, если правильно их сделать. Это костюм персонажа Роршиха из комиксов-хранителей. Маску делали из обычной тонкой ткани, а рисовали сами пятна с помощью акрила. Также в программе музыкальный проект «Театр на вилле», чтение отрывков из спектаклей и презентация необычного издания. На базе областной юношеской библиотеки уже четвертый год работает художественная мастерская. Это творческое объединение молодых авторов изобразительного искусства. Специально для читателей библиотеки они создали вот такой сборник антистресс-раскрасок. Все иллюстрации выполнены традиционными материалами с применением диджитал-технологий. В этом году «Библия ночь» стала не только праздником чтения, но и театра. А то, что жители региона любят и книги, и спектакли, подтверждают цифры. Только универсальная научная библиотека в рамках акции собрала порядка тысячи посетителей. Мария Акимова, Виктор Соколов, Новости губернии.